Привет, друзья, с вами Ваймс, и я продолжаю проходить автобиоз, и в прошлый раз я прошёл челлендж. Я думаю, сегодня я попробую ещё один челлендж, почему нет, раз в прошлый раз я прошёл челлендж, и мне повезло. Стрик. Что здесь будет происходить? Оу. Стоп. Стоп, что? Но, когда мои выстрелы уничтожаются, они... Или когда я промахиваюсь, наверное, когда я промахиваюсь, я получаю урон. Да. То есть нужно стрелять без промаха. Это сложно. Но возможно. Но зато у меня нет никаких особых минусов. Я играю за Иуду, это можно считать небольшим минусом, потому что одно из сердца всего лишь со старта. Но кроме этого у меня со старта шоколадное молоко, и у меня есть комната с предметами. И мне нужно убить Айзеков в соборе, правильно? Окей. Мне не помешало штук так 10 бомб. Потому что тут много секретных камней. Я люблю шоколадное молоко, один из моих любимых предметов. И с ним как раз и получается, само собой, что я очень редко промахиваюсь, потому что я редко стреляю. И больно стреляю, так что... Есть смысл целиться. Я могу, конечно, спамить, но в этом челлендже, я думаю, это очень плохая идея. Таблетки, таблетки. Что они мне дадут? Бесполезную хрень. Еще одну бесполезную хрень. Еще одну бесполезную хрень. И... Еще одну бесполезную хрень. Как замечательно. Сплошная бесполезная хрень. Ладно. Хотя бы у меня синее сердце есть. Так что сделка с дьяволом. Бримстон, по-моему, сделает этот челлендж просто отсутствием челленджа. Как он это делает с большинством челленджей, где можно стрелять. Но из Бримстона очень легко попадать. Ах, я все еще ненавижу эту комнату. Я не помню. Она теперь... По-моему, она после экспансии на мне не попадалась еще ни разу до этого. Так что, видимо, она теперь очень редкая. И я не помню нифига, где в ней надо стоять, чтобы уворачиваться от всего. Также у меня нет ключей. Это тоже очень сильно всему вредит. Возможно, сейчас придется рестартнуть. Ну, не рестартнуть, а умереть. И начать заново из-за этого. Прыгающие враги меня убьют. Я уверен. У меня нет ключей. Прыгающие враги и пауки с их хаотичным перемещением. Ну, я потерял шанс сделать ее с дьяволом. Да, потому что я получил урон где-то. Возможно, потому что я получил урон от своего выстрела промахнувшегося. Я не уверен, что это считается таким уроном. Это нехороший босс для этого челленджа. Ну, хотя он убил себя сам. Так что все нормально. Я хочу найти ключ. Если я не найду ключ, то, наверное, я нажму... Зажму R. Хотя... Не, нормально. Ну, или я убью себя так. Тоже вариант. Чтобы не нажимать R. Ну, все равно это было как-то неудачно, потому что без ключей... Ммм, не то. Это, в принципе, тоже не то. Полет на одну комнату. За три... За два заре ролится, но это не то, что мне нужно. Пока что не буду тратить бомбу. Вдруг секретный камень. Нет, не вдруг секретный камень. Вдруг секретка полезна. Секретка вообще не здесь. Что за фигня тут происходит, дайте мне рестарт? А что это вообще? Я, по-моему, это Брау? А. А? Окей. Я примерно понимаю, в чем смысл. Да, мои выстрелы. Это интересная штука, но я не уверен, что она... Хоть сколько-то полезна на этом челлендже. Скорее, она меня убьет на этом челлендже. Ну, посмотрим. Мари! Пыл. Теперь их двое. Теперь их ноль. Скорость и скорость выстрелов. Это не то, что мне нужно. Мне нужно сейчас выживаемости побольше. Сто процентный шанс сделать из Дьяволма, естественно. Пока я не получу урон. Батарейка не нужна, естественно. Хотя бы я сюда могу зайти, но не хочу. Нет. Никогда. Прощай, звук с Дьяволом. Ну или, может быть, не прощай, но у меня жизни нифига нет в любом случае. Нет, все-таки прощай, сделка с Дьяволом. Окей. Окей. Я зря так рискую и стреляю по почти исчезнувшим врагам. Но все-таки. Инфест, тут есть две таблетки. Я не помню, какая из них какая. Одна со знакомым вопросом, другая без. В общем, одна из них создает просто трех пауков рядом со мной. Другая уничтожает все дерьмо в комнате и создает по одному пауку за каждое уничтоженное дерьмо. Привет, Пип. А, черт. Черт. Ну, теперь у меня есть синее сердце. Пип, он почти как Блоуд, только немножко более адекватный. Я все равно получил сделку с Дьяволом с шансом в 12%? Как? К сожалению, я не хочу ничего здесь брать. Ладно. Ну, пойду дальше. Хотя, стоп, я могу достать этот ключ, правильно? Нет, я не могу... Нет, я могу достать этот ключ. Тогда я достану этот ключ. Чтобы на следующем уровне можно было открыть... Не магазин, а предмет. Магазин-то мне открывать не нужно, потому что у меня денег нет. А вот предмет не помешает. Окей. Аркада не нужна. И это совершенно не нужно. О, такие вот комнаты очень печальны для этого челленджа. Потому что много мелких врагов. По ним сложно не промахиваться. Да, вот так, например. Окей, окей. Все нормально. Все кончилось. Странный паук. Ладно, это мне не нужно. У меня ключей недостаточно, чтобы открыть. Что тут происходит? Еще куча пауков. Хотя, как будет считаться урон Бримсуна? Точнее, промахи Бримсуна. Потому что Бримсун дамажит много раз. Он дамажит, по-моему, 13 раз. Значит ли это, что я просто... За каждый тик буду получать урон, если он не попал ни во что? Или именно мне нужно... Хотя бы один раз зацепить противника за использование Бримсуна, и все нормально. Ура! Куча дамага. Удвоение бомб. О, теперь у меня настолько овердамаг, что я убиваю пауков толстых сразу. Идеально. Холлоу. Мне нет никакого смысла... О, стоп. Что? Это... Это... Это странно. То, как мои выстрелы изменяют направление. Это очень странно. Мне нужен еще один ключ. Тут есть еще один ключ, но я не могу до него добраться. Увы. Увы. Так что мне нужен еще один нормальный ключ. Который может быть в аркаде, разве что оно... Блин. Ладно, посмотрим, что с этой аркадой. Ну, сделку с дьяволом я уже не получу. Так что я могу немножко денег получить обратно. Дай ключ. Дай ключ. Дай ключ. Окей, дай ключ. Сойдет. Остальное можно не взрывать в таком случае. Окей. Ладно, я сделаю вот так. Я думаю, 3 цента я на следующем уровне где-нибудь достану. Интересно также, как будет работать пробой и стрельба сквозь препятствия. Сраный паук. С этим сетапом. То есть, буду ли я каждый раз получать урон, потому что то, что мой выстрел пролетает сквозь противника и летит дальше, считается промахом. Или оно не считается промахом. Может быть, когда-нибудь я узнаю. Я знаю, что есть предмет, который увеличивает мой урон с каждым попаданием и сбрасывает его обратно до базового, если я промахнулся. Ну или что-то в таком плане. Он был бы здесь идеален. Хотя, с другой стороны, куда мне больше урона? Как это будет работать вообще? Это не будет работать. Окей. Ну, в том плане, что оно не считается попаданием или промахом. То есть, я могу всех спокойно убивать лазером и игнорить тот факт, что мне нельзя промахиваться. Это на самом деле плохая идея, потому что это понизило мой урон. Это на самом деле плохая идея, потому что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Что-то урон, что у меня происходит. Все, две руки. На, две руки. Окей. Я могу и так. Нормально. Вернул в себя бомбу и получил еще и ключ в плюс к этому. Опять же, я могу и так. Лазер полезная штука в подобных ситуациях. Ох ты, я могу даже так. Офигенно. А, я пытался сдвинуться вниз, но подо мной был камень. Прощайся, звук с дьяволом. Скорее всего, прощайся, звук с дьяволом. Да, действительно. Ну, привет, синие сердца. Совсем привет, синие сердца. Ладно. В принципе, Лазер был на самом деле хорошей идеей. Да, он понижает мой урон. Ну, он дает мне возможность избавляться от всякой мелочи очень легко. Не подвергая себя опасности. Вот так примерно. То есть, всякие мухи, пауки и прочая мелкая хрень, по которой легко промахнуться, я просто убиваю ее лазером. Черное перо, я его открыл в одной из предыдущих серий. С тьмой приходит сила. Окей. Что-нибудь связанное, ау, с черными сердцами? Я думаю, что-нибудь связанное с черными сердцами страны. Ненавижу этого врага. И ненавижу его не за то, что это какой-то сложный или опасный враг, а за то, что нет никакого предупреждения, что это будет эта версия руки. Если бы там вопль был другой перед этим, или еще что-нибудь подобное, я был бы совершенно не против. Бомж? Нет. Он, конечно, безвреден, но все равно нет. Я буду против жадности. Как-то... Это не так должно быть, по-моему. Я попал в неуязвимую муху, и это не считалось промахом. Окей. Иди нафиг, чувак. Лазер хорош. Это второй некрополис. Окей. Упс. Ау. Тупые глаза. Почему они убираются? Естественно, поворот. Естественно, синее сердце. Естественно, эта фигня. Получать всего лишь по половинке сердца на следующих уровнях идеально. И посмотреть, что здесь, и скорее всего ничего не брать. Да, определенно ничего не брать. Я могу перезапустить уровень? И это может быть хорошей идеей, если бы только не тот факт, что это заставит меня избавиться от книги, которая полезна. Так что я думаю, нет. Если бы у меня не было активного предмета, тогда другое дело. А, черт. Полная жизнь. Ну, это хорошо, это на самом деле. Поскольку у меня есть резист, то есть я получаю половину урона здесь, это значит, что у меня сейчас 8 хитпоинтов, по сути. Чего вполне достаточно, чтобы пройти как минимум до сердца. Не уверен насчет собора. Но я думаю, где-нибудь у меня какое-нибудь там синее сердце дропнется, или еще что-нибудь подобное. Или сделка с диаболом, который меня усилит. Усилит настолько, что мне хватит текущей жизни. Я тебя добью лазером, чтобы не рисковать, потому что я могу выстрелить, и он умрет от лазера до того, как до него долетит выстрел, и тогда я получу урон. Где же они живучи? Окей. Дискретных камней есть. Повышение урона. Не так критично, но все-таки. У меня довольно хороший урон. Не настолько нужно повышение его. Я бы предпочел два с них сердца... А, да, это... Это белый чемпион. Его можно убить только... То ли последним вообще в комнате, то ли последним таким врагом. Нет, видимо, последним вообще в комнате. До этого он не получает урона. Fallen даст мне предмет сделать из дьявола. Из сделать из дьявола. Из пулы сделать из дьявола. Упс. Вот это как раз такая ситуация. Лопата, это, конечно, предмет из пулы сделать из дьявола. Только это абсолютно бесполезный предмет из пулы сделать из дьявола. Или нет. Возьму книжку, наверное, на всякий случай, чтобы не забыть. Но лестница означает, что это секретка, а не... Не переход на следующий уровень. И козерог повышения всех статов. Довольно хорошее повышение всех статов. Но понижение скорости? Ммм, интересно. Скорее всего, понижение скорости только если у меня больше какого-то значения скорости. То есть, типа, если у меня больше полутора, то оно понижает до полутора. Если у меня меньше полутора, то оно там повышает или не трогает. Потому что с базовой скоростью вроде бы она визуально не изменяется от этого предмета Но это с базовой Да, у меня же еще и красные сердца, так что их восстанавливать легко Так что на самом деле с жизнью у меня вообще никаких проблем нет Ну если я не буду получать урон, как идет Что я скорее всего буду делать Потому что это как бы то, что я обычно делаю Этот челлендж это наверное единственная ситуация, когда мне нравится этот лазер Дай мне что-нибудь полезное Повышение жизни, компас, я не знаю Но это бесполезная хрень, я еще и получу урон, пытаюсь отсюда выйти Я мог бы потратить остаток денег на эту бесполезную хрень, но это не самая лучшая идея Блин Почему у меня шанс сделки комм-то с ангелом больше, чем шанс сделки с дебом? За то, что я этому чуваку денег не давал? Это изменение направления меня напрягает Оно все застряло Как хорошо, черт Я уже нажал кнопку, какого хрена? Окей, вовремя У меня, конечно, есть где-то еще на уровне красное сердце Но мне лень за ним возвращаться сейчас Если у меня останется совсем мало жизни, то я вернусь, конечно Криво попал Да, я думаю, я вернусь Так же, я думаю, я сюда загляну И не зря, кстати Ну, нет, не то, чтобы не зря, но, по крайней мере, здесь не было врагов Уже хорошо Я думаю, я так же проверю Вот это место Окей Так, теперь Чтобы не тратить свои бомбы Я могу пододвинуть оба сундука к этому динамиту и взорвать его Думаю, хватит, да Почему из них не выпадает ничего полезного? Лучше бы потратил свои бомбы Быстрее бы вышел Тут Да Эта хрень перемещает моих миньонов близко ко мне Если у меня есть миньоны У меня нет миньонов сейчас Так что оно бесполезно Низи Допустим Я примерно помню, где что расположено Я не очень помню, где мое сердце расположено, которое я хотел подобрать Но я думаю, я его найду У меня одна непройденная комната Даже если я в нее случайно зайду, я смогу ее пройти без проблем, я думаю Черт Я поиграю Это может надропить мне сердец Или это может не надропить мне нифига Тоже вариант Ну Когда-нибудь Деньги все равно не нужны, так что, наверное, пока они не кончатся, играю Я знаю хоть одну из этих таблеток Окей, пауки Пофиг И телепорт Ну тут меньше шипов и меньше опасностей, так что можно продолжать здесь Окей, полная жизнь Что еще я могу получить? Полезные таблетки В принципе, я могу хоть какие-нибудь полезные получить И еще запас сердец И мух, конечно же, да Все три орбита, это хорошо То есть теперь Теперь у меня не так страшны выстрелы Теперь у меня есть синие сердца, возможно Ну одно точно есть И все Теперь я вернусь Возьму Невзятая Пофиг, что я получаю урон Вау, сколько денег Я, конечно, понимаю, что она должна дропать деньги Но, блин, не столько же Окей Поехали Пока Как-то оно быстро кончилось Я не пойду к хашу Да, я определенно не пойду к хашу И недостаточно имбовый, чтобы с ним что-то сделать Так что я просто пойду дальше Я, возможно, достаточно имбовый, чтобы что-то сделать С Айзеком Мне, возможно, не хватит жизни Но если будут время от времени хотя бы дропаться сердца Красное и синее То все будет норм Ну вот красное и есть То есть у меня уже на два хитпоинта больше Где второй? Вот второй Окей Окей Готово Ничего особенно хорошего И навяжет комнату Просто из-за того, что до него без бомб хрен доберешься нормально Но зато синее сердце И красное сердце Да, сраная летающая со всех сторон хрень Окей Тут есть секретный камень Уже хорошо Идеально Да, я думаю, Айзек не будет проблемой Я думаю, вот этот бомж может быть проблемой Потому что у него кривые хитбоксы Еще секретный камень Сейчас еще какая-нибудь имба в сундуке будет Ааа, нет Недостаточная имба Зачем ты прыгаешь, наркоман? Чаще стреляй, реже прыгай Так Что я тебе только что сказал? Да, вот так, правильно Окей Как насчет там остановиться на секунду после чарджа Постоять на месте Бесят эти камни И эти камни тоже Из-за них урон получил Ну, из-за правых Ладно Так Книгу У меня есть куча орбитов Так что Он меня будет дамажить сильно реже, чем должен Я могу даже стоять на месте и танковать И почти ничего до меня не будет долетать Тупые телепортирующиеся ангелы Ха, я быстрее Больше трех раз Не думаю, что стоит по нему стрелять Я могу четвертый раз попробовать И может быть я попаду Особенно если я близко Как вот сейчас Но я не думаю, что стоит Ну ладно Когда на него один выстрел остался Уже стоит, наверное Ну окей Еще один челлендж проведен Осталось сколько? Осталось много Потому что я кучу там не смог пройти Осталось Гвардиан, говорят Он хреновый Брейнс Я знаю, что он хреновый Спид он Относительно хреновый И Айру Он Достаточно адекватный Мне просто не повезло В прошлый раз, когда я его Ну не то, что не повезло Я подобрал хрень в самом конце Потому что Я не знал Насколько она работает с ножом Я хотел посмотреть Насколько она работает с ножом В итоге оказалось Что она работает с ножом И это тот предмет Который я никогда не подбираю В общем Один челлендж, который я знаю Что абсолютно хреновый Один челлендж, который говорят Абсолютно хреновый И два Более-менее адекватных Ну посмотрим Наверное в следующий раз Я попробую последний челлендж Потому что я хочу Посмотреть, что там происходит Но это в следующий раз А на сегодня на этом все Я надеюсь, вам понравилось это видео Спасибо за просмотр С вами был Ваймс Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok